Всем привет! Я доктор Евгений. Сейчас покажу, как можно улучшить работу надпочечников через коррекцию положения почки. Это не так, что мы будем брать там почку, двигать вверх. Мы просто будем стимулировать нижний полюс почки во время движения бедра, чтобы простимулировать работу, чтобы нервная система вообще понимала, где что находится. Она и так понимает, но ей надо напомнить порой, когда есть дисфункция надпочечников. Чаще всего это проблема с хронической усталостью, подавленностью, проблем с мочеиспусканием и гормональными какими-то сдвигами в любом возрасте, но чаще всего после 45-ти. Поэтому смотрим. Для того, чтобы приступить к процедуре, нужно сделать следующее. Положить пациента на спину и подложить какую-нибудь подушку ему под таз. Поэтому поднимайте таз. Для чего? Опускайте. Для того, чтобы органика, насколько это могла, она отступила кверху, в сторону диафрагмы. И просим согнуть ноги. Сгибая ноги, мы также укорачиваем под вздошно-поясничную мышцу. Тем самым положение как раз-таки почки у нас становится чуть более кпереди. За счет того, что на ней именно лежит почка на этой мышце. Мышца укорачивается, почка чуть приподнимается. Вот. После этого делаем следующее. Нам нужно найти пупок. Как вы знаете, что у нас одна из почек чаще всего располагается чуть ниже, вторая чуть выше. Но эти варианты могут варьироваться при травматизме, при дефиците неврологическом. То есть почки могут играться и индивидуально у каждого по-своему располагаться. Плюс-минус. Лежа одна позиция, стоя другая позиция. На это сильно не надо акцентировать свое внимание. Поэтому мы берем примерный ориентир. То есть мы от пупка также отмеряем линию до передней и верхней подвздошной ости. И мы встаем, получается, ближе к внутри этого расстояния. То есть, соответственно, мы отмеряем линию и становимся в проекции нижней трети, но ближе к внутри. Таким образом, располагая руки, мы просто-напросто начинаем в глубину вниз погружаться. Как это лучше сделать? Это можно сделать таким положением рук, либо вот таким положением рук. Кому как удобнее, у кого какие пальцы, так скажем. Я покажу один вариант. Прямое расположение рук, одна на другую. И проваливаясь немножко вниз, мы просто акцентируем свое внимание на лице своего пациента. И мягко, движениями вправо-влево, легкими раскачивающими вот такие вот элементами, погружаемся немножко к низу. До каких пор надо погружаться вертикально вниз? До тех пор, пока пациент не станет более расслабленный, и вы не почувствуете, как бы, предел, как будто вы воткнулись. Запоры, различные мелкие воспалительные всякие процессы в ЖКТ могут препятствовать этой процедуре. Это грусть и печаль. Поэтому не торопитесь. Поставили пальцы и просите пациента дышать. Пусть они мягко погружаются ниже, ниже, ниже и ниже. По сути, задача дойти до поясничного отдела позвоночника. Почувствовать под пальцами как раз-таки поперечные отростки позвонков поясничных. Потому что как раз-таки кпереди от них располагается почка. И как только мы погрузились, примерно как в этом случае, мы направляем вектор движения своих пальцев ближе кверху. И нам нужно пальцами нащупать получается полюс почки. Вот это А, это и было оно. Все, не усердствуйте. Следите за пациентом. Спросите, тошнит его, не тошнит. Потому что боль может создавать немножко неприятные ощущения. И как только вы уперлись в нижний полюс почки, то есть вы там остаетесь, никуда ее пихать не надо. И просим просто с этой стороны, где вы стоите, выпрямлять ногу. Потихонечку на пальцах вперед выезжать. Выпрямляйте ногу. И, соответственно, говорите, что если вдруг по ходу этого движения где-то будет больно, можете остановиться, потерпеть. Как только боль станет чуть меньше, продолжаем дальше. Если это действие безболезненное, то просто стоим на месте и не убираем рук с этого места. При выпрямлении ноги вы можете почувствовать, как давит на вас что-то сверху. Как раз таки за счет того, что мышца расслабляется, почка чуть опускается вниз, она может выехать немножко книзу. И вот это движение, оно небольшое. То есть оно буквально несколько сантиметров, но оно должно быть. И как раз таки тогда, когда вы стоите руками здесь, почка опускается вниз, руки ваши не пускают ей спуститься вниз. И происходит вот эта вот стимуляция позиции почки. То есть почка пробуждается, надпочник начинает более активно работать, так как он должен съехать вниз, но натяжение мягких тканей не пускает его. Нервная система начинает на этот регион обращать больше внимания. И происходит своего рода как раз таки стимуляция работы этой зоны. Как болит сейчас? Меньше. Меньше. После этого просим просто выпрямить вторую ногу и понаблюдать, какая там есть другая реакция. И убираем руку. Можем делать то же самое с другой стороны. Эта техника помогает улучшить как раз таки метаболические все варианты, которые в принципе могут происходить при дисфункциях надпочечников. Какие это были в начале ролика я об этом сказал. Поэтому кто практикует, попробуйте, используйте данную технику для улучшения метаболического состояния, гормонального сбоя. И поделитесь тем, кто это делает. Большие пальцы вверх. Подписывайтесь, кто еще не знаком со мной. И пользуйтесь.